Будет ли Заречный инновационным городом? И что включает в себя это понятие? Об этом шла речь на очередном заседании проектной группы по разработке стратегии развития ЗАТО. На встрече обсуждалась лекция столичного эксперта Сергея Журавлева, в рамках которой он представил мегапроект реорганизации городской среды. Участники дискуссионного клуба высказывали различные мнения о встрече с московским экспертом. Кто-то счел, что дискуссии не удалось, кто-то, напротив, говорил о пользе лекции. И все же у каждого сложилось определенное видение того, как можно модернизировать город, сделать его отличным от других. Прозвучало даже предложение избавить Зареченские улицы от автомобильного транспорта. Такого, пожалуй, еще не было нигде в мире. Решить проблему с транспортом, которая есть, вот сейчас назревает, она как комом свалится на нас. И надо ее решать вот буквально вот сейчас, завтра, послезавтра, чтобы уже через год-два мы эту проблему решили. У нас внутри города можно ездить только на легковых машинах, да? А вокруг на грузовом, то есть, надо заезжать. Ну, все знают этот запрет. И тут пришла идея сделать весь центр города запрет на легковые грузовые машины. Они оставляются как тапочки на коридоре, за пределами. А здесь, как правило, только велосипеды. Подводя итоги встречи, исполняющий обязанности главы администрации Заречного Алексей Рябов отметил, что уже пора переходить от обсуждения глобальных планов к реальным проектам, которые должны стать основой стратегии развития города. Мы должны определиться приоритетами. Мы не можем распыляться на все и податься на все. И если мы хотим развивать туризм, то, наверное, не стоит здесь еще развивать. Потому что это вещи, которые занимаются учащиеся. Участники клуба выразили также мнение, что при разработке стратегии развития Заречного неплохо было бы узнать мнение большинства горожан относительно тех или иных проектов. Наталья Елистратова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».